Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении продавщиц мясного магазина в Днестровске. Они обвиняются в хищении в особо крупном размере. Женщины утащили колбасы и прочих продуктов на 266 тысяч рублей. Анастасия Джавадова и Анна Горбатенькая работали вот в этом магазине в Днестровске. Одной 28, другой 33. Магазин в самом центре, так что женщин знали многие. Сюда часто заходят, чтобы купить колбасу, сосиски. С женщинами могли обсудить последние новости. И никто даже не предполагал, что Анастасия и Анна способны придумать схему, как пополнить личный бюджет за счет магазина. В этот магазин каждый день заходите, да? Да, после садика покупаем вкусняшки. А продавцов знали, которые тут работали? Раньше? Да. А хорошие как продавцы, какое производили впечатление? Ну да, хорошие. Всегда хорошо общались. Хлеб, молоко, колбаса обязательно. Очень хороший магазин. У нас все нормально, все продавцы у нас приличные очень. Схема самая простая. Регулярно продавцы не проводили выручку через кассовый аппарат, как это положено, а часть денег клали себе в карман. Вместо реального остатка продукции в ведомостях писали цифры намного больше. Ревизию и проверку на складе проводили тоже сами продавцы. Так что внешне все выглядело вполне пристойно. Комар носа не подточит. Так продолжалось 9 месяцев. Но однажды руководство предприятия решило провести в магазине проверку под контролем специалистов. Анастасию и Анну обо всем предупредили. Это прозвучало примерно как «К вам едет ревизор». Но через три дня после сообщения о проверке в магазине вдруг случился пожар. Загорелся холодильник. Совпадение вряд ли. Неизвестно, что произошло, конечно, там. Сильный пожар был, да? Ну, как бы так, чтобы огонь горел, его видно не было. А вот то, что было там дыма много, видно. Ну, вот наружу было вот на пороге, там видно было, как мусор, вот это вот, как гарь. Пожарные приехали быстро, все потушили, товар в огне особо не пострадал, его подсчитали и обнаружили крупную недостачу в 260 тысяч рублей. Причину пожара стали выяснять, но однозначного ответа, почему загорелось, так и не нашли. Зато отыскали много доказательств, подтверждающих воровство Джавадовой и Горбатенькой. Уголовное дело передали в суд, мясным мошенницам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.